Собрать ребенка в школу сейчас это задача номер один для многих родителей. Основное внимание уделяется форменной одежде. Ее вновь ввели в образовательных учреждениях. Школьная форма это не только дань традициям, но и веяние современной моды. Тем более, что даже с единой формой выглядеть можно всегда нарядно. Побольше бантиков, кружева. Здесь вообще столько много выборов, все так красиво, я бы все купила. По словам модельеров, школьная форма не должна быть скучной, но обязательно деловой. Ну вот подбираем блузочки, красивые такие смотрю. Нам нравится с рюшечками, такой романтический стиль. Можно все, можно строгие блузки посмотреть тоже. Все очень, выбор очень большой, глаза распекаются. С мальчиками гораздо проще. Там в принципе нужно, что необходимо, это брючки, рубашка, ну соответственно сверху пиджак или какой-то кардиган. С девочками сложнее? С девочками сложнее. Девочку хочется одеть и юбочку, и сарафанчик, и рубашечку какую-нибудь, булочку понаряднее. Ну соответственно атрибутика, то есть какие-то аксессуары, ободки, зонтики. В продаже широкий ассортимент. Торговля сейчас предлагает готовые наборы для первоклассников, но дешевле собрать самим. С особой внимательностью стоит подойти к выбору обуви. Она должна быть не только красивой, но и практичной. На прилавках магазинов множество вариантов. Цены на детскую обувь почти такие же, как и на взрослую. В среднем порядка 2-3 тысяч рублей. Большинство родителей предпочитает для своего ребенка кожаную обувь, натуральную кожу. То есть соответственно она стоит подороже. Около 2,5 тысяч. Некоторые родители предпочитают подешевле. Да, она соответственно у нас кожзам сверху идет, внутри она кожаная стелька. Там также есть ступинатор. В районе 700 рублей, 699 рублей. У школьной канцелярии тоже есть своя мода. С популярными героями тетрадь стоит от 15 рублей, обычная от 5. Вы рискуете не только переплатить, но и впасть в немилость педагогов. Герои будут отвлекать. Так что можно взять домой яркие тетради, а в школу обычные. Тут педочки с кофе, потому что они очень красивые. По такому же принципу эконом не будет купить простые ручки, карандаши, альбом, картон и цветную бумагу. Разброс цен, конечно, большой. Здесь надо уметь сопоставить цену и качество. На чем не стоит экономить, так это на рюкзаке. Для здоровья взять ортопедические, чтобы хватило хотя бы на пару лет. Качественные, но и стоит учесть пожелания ребенка, чтобы ходить в школу с удовольствием. Рюкзаки у нас разные и мягкие для старших классов и для младших, для начальной школы. Большей частью у нас идут рюкзаки с ортопедическими спинками для начальной школы. Вес у них в основном килограмм. То есть для детей вообще начальной школы очень удобные. По словам продавцов, лучше приобретать ортопедический ранец, который позволит избежать искривления позвоночника, что называется подгрузом знаний. Важно, чтобы на школьной сумке были цветоотражающие элементы. Ценовой разбег от 600 рублей до 8 тысяч. В среднем такая покупка обойдется в 4 тысячи рублей. Но при хорошей эксплуатации рюкзак прослужит не один год. Для многих родителей цена при покупке товара – аргумент важный, но не решающий. Главное, чтобы ребенку нравилось учиться.